Привет, мы с Украины, с вами Александр Вельмошко, канал Одесса и Транспорт. Сегодня с нами черная кошка, поэтому очень хорошие новости. Можно утверждать с вероятностью на 99%, что на острове Змеиной Одесской области больше не осталось ни одного русского оккупанта. Сражение за остров завершилось. Буквально вчера я утверждал, что от ударов вооруженных сил Украины оккупантам на острове Змеиной стало очень жарко. В результате серии украинских ракетных и артиллерийских ударов русские на острове понесли очень значительные потери. Очередные удары, нанесенные как раз вчера и сегодня ночью, убедили русских в единственно правильном для оккупационного гарнизона решении. Они взорвали всю оставшуюся у них на острове технику и на скоростных катерах типа «Раптор» эвакуировали остатки своего личного состава. Вот на этом космическом снимке острова за 29 июня видно дым от взрывов и пожаров, а также следы от масштабных пожаров от предыдущих ударов по острову. А вот на этой фотографии, сделанной сегодня утром 30 июня, видно, что весь остров Змеиный окутан дымом от пожаров и взрывов. Информацию о ходе событий подавали дозированно. Сначала, еще накануне, в Одесской военной администрации намекнули на факт ударов и то, что от них оккупантам стало жарко. Затем, утром 30 июня, оперативное командование ЮГ подтвердило уничтожение на Змеином очередного зенитного комплекса «Панцирь». После этого некоторые политики начали публиковать информацию о полной эвакуации оккупантов с Змеиного. И вот после 11 часов 30 июня эвакуацию и удары по Змеиному очередные подтвердило и оперативное командование ЮГ. В качестве ответа русские пытались обстреливать побережье южной части Одесской области единичными ракетами. Возможностей нанести массированный ответный удар у них не было, так как русские корабли и русские самолеты не могут появляться вблизи Одесской области, так как будут уничтожены зенитными или противокорабельными ракетами, как, собственно говоря, уже и было. Таким образом, Россия потерпела на острове Змеиной сокрушительное поражение. Попытка русских превратить Змеиной в свою непотопляемую крепость с радарами и зенитно-ракетными комплексами для контроля над воздушным пространством и северо-западной частью Черного моря провалилась. Одесская область полностью очищена от оккупантов. Серия ударов, нанесенных с 20 по 30 июня, уничтожили на острове Змеиной все, что они там смогли накопить за почти два месяца непрерывных операций по снабжению. А наличие противокорабельных ракет «Нептун» и «Гарпун» сделало невозможными любые действия русского флота по снабжению и поддержке оккупационного гарнизона, то есть сделало там полную их блокаду. Единственное, что смогли сделать русские, это то, что они сделали сейчас. Сейчас эвакуировали уцелевших. Таким образом, Украина победила сейчас в сражении за Змеиной, очистила его от оккупантов, но будут ли там появляться украинские войска, это большой вопрос, потому что остров Змеиной это очень уязвимое место, лишенное каких-либо укрытий и непригодное для постоянного содержания там каких-либо воинских частей. Собственно говоря, то поражение, которое потерпела там Россия, лишний раз подтверждает бессмысленность острова Змеиной с военной точки зрения. Поэтому он будет какое-то время де-факто оставаться ничьим. На этом мы говорим до свидания. Поддержать наш канал можно, перечислив деньги на банковскую карту, либо нажав кнопку спонсорства. Половина собранных нами вместе средств идет на закупку вооружения для армии Украины, на бинокли, байрактары или что-нибудь еще интересное. До свидания. Слава Украине!